Всем привет! Говорит ли вам что-нибудь такое имя, как Роберт Патрик? Если нет, то я вам подскажу. Это актер, который играл Терминатора Т-1000 и жидкого металла в фильме Терминатор 2. Но больше этот человек известен как на данный момент бывший президент 101-го чаптера и основатель 101-го чаптера мото-клуба Busy Fighters MC. И сегодня представители этого клуба пригласили нас, мой клуб, к себе в гости. Я здесь уже бывал, в самом деле, но как-то про это не рассказывал. Но сегодня хочу с вами этим поделиться, потому что клуб очень большой, мировой. 101-е отделение находится в Калифорнии. И как бы сам Роберт Патрик мне очень симпатичен как и актер, ну и как медийная личность, которая продвигает этот клуб. Сейчас я вам покажу, вообще, куда нас пригласили и насколько здесь будет интересно. Ну, Левочка, КАИС. На заруле. Это мое пиво было, я уже составил, пока ходил за камерой. А сейчас немножечко о своем клубе нам расскажет представитель Busy Fighters MC, Игорь Табурет. Привет. Добрый вечер. Кому интересно мотодвижение не только в Беларуси, но и вообще в мире, я на этой территории представляю один из самых старейших мотоклубов мира, Busy Fighters MC. Основанный в 46-м году непосредственно участниками Второй мировой вернувшимися из боевых действий. Некоторые из них увековечены в мемориальных стенах. Ну, это так, часть истории. Ну, и здесь, в Беларуси, мы давненько, я думаю, нас знают те, кто уже давно в клубном движении. Да. Очень интересно вообще быть частью истории. История была до нас, и мы тоже ее часть. Не только наш клуб, мы как люди, которые живем сейчас, мы ее творим, и надо, чтобы она была как можно лучше дальше, надо знать корни, не забывать, откуда все это происходило. И мотодвижение в том числе. Я такой немножко сейчас общий формат такой, но мотоклуб это такая маленькое отражение всего мира в общем. Ну, философию, да? А есть ли какие-то допустим интересные вещи, которые отличают ваш клуб в принципе от других? Потому что я, например, какие-то вещи знаю, но то, что можно рассказать, не знаю. На каких мотоциклах ездите? Какие у вас традиции? Вот мы сегодня здесь собрались. Ну, есть маленькие нюансы. Все, что нас отличает от других мотоклубов, мы здесь обсуждать, конечно, не будем. У каждого своя внутренняя жизнь, но первый такой момент, мы должны ездить на мотоциклах, которые были на владении союзников во Второй мировой войне. Ходли-Дэвидсон, Урал, английские мотоциклы, Триумф, ну, все, 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 что было на стороне союзников. Это раз. Очень интересная традиция, кстати. Да, она, в принципе, не запрещает иметь японские мотоциклы в своем парке, да, но, как минимум, один основной рабочий, на который ты представляешь мото-клуб и ездишь в жилете, это мотоцикл союзников Второй мировой войны. Ну, вот, например, вот это, мне кажется, это очень интересная вещь. Ну, это из того, что можно рассказать, ну, не касаясь каких-то внутренних дел. Да, то, что это будет незакрытая информация, что, в принципе, при желании можно найти и в интернете, но интереснее это является, когда в общении приходят. Ну, а сегодня мы отмечаем День Святого Патрика, старый ирландский праздник с кучей виски, танцев, музыки, скрипка зеленого цвета. Наша зеленая волна, она нас держит. Ну, что ж, тогда не буду тебя больше напрягать. Сегодня я пошел у нас там уже гости. Всем пока. Все, спасибо тебе большое за рассказ. Спасибо. А еще интересная штука. Тут на баре подают вот такие вот вещи. Деньги передают. И количество отверстий это, ну, как бы, твой заказ. Я сейчас жду свой заказ на баре. И сейчас вы увидите, что подают вот за такие штуковины прикольные. Тебе теплое, тёплое? Тёплое, конечно. Я знал, Олежка, это твой. Тебе за 50. Я бы продал. Мы это сделали, а это пошел на пульс. Мы даже баран. Жень, на салфетке. А я не учу тебя простить.